Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 октября, день Ионы. Сегодня день памяти святого пророка Ионы и преподобного Ионы Пресвитера. Бог велел пророку Ионе отправиться в город для проповеди. Иона ослушался и сел на другой корабль. Началась буря. Моряки бросили жребий, чтобы выявить виновника. Жребий пал на Иону. Он понял свою вину и попросил бросить его в воду. В море его поглотил кит, череви которого проповедник пробыл три дня и три ночи, беспрестанно молясь. Затем он был выброшен на берег и спасен. Наши предки считали, что с дня Ионы начинается осень и продолжается до Рождества Христова. Так как сегодня почитали память пророка Ионы, то запрещалось ловить, есть или продавать рыбу. В народе существовало мнение, что сегодняшний день несчастливый. Обычно в это время бывают сильные ветра. А в народе считалось, что ветра могут принести порчу, болезни и нечистую силу. Чтобы ветра сильного не было, сегодня не рекомендовали сжигать старые веники, разорять муравейники, проклинать ветер, бить палкой или хлыстом по земле. Сегодня почитают и память мученика Фоки Садовника. Его считают покровителем моряков, которые не раз молились ему о помощи и получали спасение. Сегодня заканчивали убирать редьку и готовили из нее разные блюда. Приметы. Если на Иона еще листья на березе висят, знать, снег на Землю поздно ляжет. Если на Иону вокруг Луны круг, то есть голло такое, а в том круге блещут звезды, это к непогоде. Если сегодня на еле или сосне мало шишек в теплой зиме. Геннадий Петрович, ну раз мы уже затронули такие космические вопросы, мне вот интересно, все-таки есть какой-то скрытый мотив за пределами человеческого понимания, по крайней мере моего. Почему, вот читая вашу книгу, на Хунзу, на эту историю я отреагировала мгновенно? Когда вы рассказывали сейчас про абрикосы, я вспомнила свою родину, где абрикосы растут во дворах многоквартирных домов, и по ним ездят машины, и они так чпак-чпак-чпак на асфальте. Ну то есть, и абрикосы здесь в Москве, да, на рынке. Думаю, может быть, я где-то когда-нибудь была Хунзой. Ну, почему нам одно нравится, а другое мы пропускаем мимо? Ну, как вот люди говорят, ну вот химия есть, вот что это такое, это интуиция, или почему один материал нравится? Мы выросли в той среде, и когда, естественно, мы вырастали, мы употребляли ту или иную пищу, которая стала частью нашего организма. И, естественно, вибрации этой пищи созвучны теперь, вот, говорит, с нашим телом. Нам хочется вот того, что было в детстве, как бы подпитаться и укрепиться за счет этого. Это немаловажно. И вот, кстати, если продолжить о Хунза, значит, шотландский врач Мак Гаррисон, жив он в непосредственной близи от долины Хунза в течение 14 лет и наблюдал. И вот он говорит, что основным фактором доллити этого народа является питание. Ну, еще немножечко, конечно, будет и горный климат действовать, но непосредственно, что вот это питание. И самое интересное, что вернувшись после того, как он исследовал и изучал народность Хунзу, он решил дома в Англии поставить интересный эксперимент на большом количестве животных. В Англии? Да, в Англии. Одних из них он питал обычной пищей лондонской рабочей семьи. Это белый хлеб, сельд, сахар, рафинад, консервированные вареные овощи. И что вышло? В итоге группа, большая группа этих животных, стала болеть различными человеческими болезнями. А вот те животные, которые находились на детях Хунза, на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми. Слушайте, ну это действительно научные подходы. Что научные подходы? Это эксперимент, наблюдение. И статистика. Статистика, да, пожалуйста. Одно дело, вот я там вегетарианец, допустим, а ты там сыроед, а еще кто-то там, допустим, какой-то там солнцеед. Я говорю, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но когда это делается в массовом порядке, и статистика неумолимо говорит, кушаете вот эту пищу, заболели человеческими заболеваниями. Кушаете, значит, другую совершенно пищу, вы, наоборот, выздоровели. И как раз Уильям Хэй, он, изменив свое питание, выздоровел. И в итоге диета, в которой меньше, особенно белка животного, действует очень хорошо на почке. Почему на почке? Потому что почки в основном у нас выводят распад белков. Они там мочевину вводят и так далее. И если человек постоянно переедает мясо, особенно много употребляет соли, то это идет большая нагрузка на почки. Как только мы начинаем облегчать работу почек, у них появляется возможность восстановиться, что и произошло. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня нервите зубы и обязательно потренируйте руки. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае, эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok